Союз 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Не голубой огонек. Возможно, все. Ни клубных тусовок, ни бегай с утра, Ни поцелуя белого яда, ни боском осутры, Ни града Петра, а град этого ничего не надо. Ни красных дипломов, ни белых ночей, Ни квадратных метров, ни до мелочей, ни киноэкранов, Ни телевизора, ни того, что лекарями в рецептах прописано. Такая тема! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии нахуй, хотят поэзии нахуй, Поэ-э-э-зи-нахуй. Ни ритмов флотинок, ни афрокубана, Ни тоников в синих банках, ни вытья Растамана, Ни фильтров базара, ни белого мата, Этого ничего не надо. Такая тема! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии нахуй, Врубайся, страна! Люди хотят поэзии нахуй, Хотят поэзии нахуй, Поэ-э-э-зи-нахуй. Ни стильных прикидов, ни отдыха в Грузии, Ни выхода в финал футболистов по Рузии. Нет, ни это, ни эта награда нам, Этого ничего не надо. Такая тема! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии нахуй, Такая тема! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии нахуй, Ни западных схемах, Ни личных традиций, Ни удовлетворения личных амбиций, Ни перемен, ни продуктов распада, Этого ничего не надо. Ни клоунов, овец, ни космических станций, Этого ничего не надо. Этого ничего не надо! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии нахуй, Люди хотят поэзии нахуй, Субтитры делал DimaTorzok Какая тема? Врубайся, страна! Люди хотят твоей силы! Здравствуйте! Это программа «Неглубой огонек». Сегодня будут твориться всякие замечательные вещи. Ну, некоторые сочтут их безобразными. У нас в студии Сергей. Да. И Инга. Очень приятно. Здрасте. С Новым годом. Здравствуйте. Вот. Скоро мы вам сдадим все мобильные телефоны всех звезд. Потому что с звездами не с кем общаться. Вы знаете, они одинокие люди в душе. Ну и не в душе тоже. Очень многие звезды, они появляются на эстраде. И в глазах такая тоска. Звоните им, пожалуйста. А то они не понимают, что вы их любите. Или не любите. Для затравки телефон Олега Газманова. 749-8493. Ну, это тот, который... Пчх! Не сову. Ну, для тех, кто не в курсе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рождественских снежинок нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Итак, друзья мои, кто еще у наших голубых экранов? Чего? У голубых. Не голубых. Друзья мои, кто еще с нами у наших неголубых экранов? Сообщаем телефон товарища Шахрина. Вы ему можете позвонить по телефону 749-82-28. Ты представляешь? А, вот. Как? Сейчас приедет Гришковец. Ес, мы сделали это. Так он правда приедет? Да хрена узнает. Алло. Алло. Это лифт. Знаете, он остановился. Да, на кнопки не реагирует вообще ничего. Ну, застрял. А, я не знаю, на каком этаже. На каком. На каком-то этаже. Нет, вопрос-то не в этом. Вы что-нибудь собираетесь по этому поводу делать? Нет. А, не надо же, я же ждал Нового года. И меня ждут, это бог с ним, что я ждал. Меня же ждут еще. Говорили, что сильно ждут. И сколько людей сейчас застряло в лифтах вот так вот конкретно? И какое количество людей сейчас встречает Новый год в лифте? Ну, они, может, хотя бы не одни, а если кто один? Ну, как вот я сейчас. У меня Новый год один в году, понимаете? Это даже больше, чем день рождения. Это важнее намного. Это единственный праздник, который хочется быть с друзьями, быть не одному и не чувствовать себя одиноко. Нормально вообще в лифте вот это вот почувствовать? Ну, поймите, конечно, я понимаю, что это совершенно даже никаким образом не трагедия, что есть люди, которые стоят у мартеновских печей сейчас, потому что это непрерывное производство. Есть люди, у которых отложили рейсы авиационные, они сидят в аэропортах. Есть люди, которые едут в поездах, но они там все вместе. Даже пилотов двое, понимаете? Хоть у них и штурвалки в руках. Ну, я тут один вообще. А Горишковец-то приедет? Горишковец. На наш неголубой огонек. В пути, в пути, в пути. Ну, он испугался. Ну, обещался? Да хрен его знает, не обещался. Он же, Горишковец такой, никому ничего не обещает никогда. Так. Ну, артисты вот эти молодые, что за народ вот пошел, да? Ни имен, ни фамилии, одни кликухи. Не говоря. Все, я хотела бы жениться на таком, вернее, выйти замуж. Я уже замужем. Ну, ты с тем бы развелась, с старым? Нет. Ну, не ва, ну, подружка, представишь, подружка приходит, говорит, Таня Би-2. Представляешь? А детишки пошли, 10 таких бедвушников. Бедвушники. Бедвоечники. А так, смотри, что люди не сделают ради популярности. У героев стынет кровь, разбиваются и вновь идут ко дну. Идут ко дну, успокоит океан и разделит по волнам свою вину, свою вину. Кончится пленка Ты, ты ждешь ребенка от меня Моя любовь, моя любовь, моя любовь. Моя любовь, моя любовь, моя любовь. Уходили в плаванье, за чужие гавани, вести войну, вести войну. Но известна лишь волна, что оставит океан тебя одну, совсем одну. Кончится пленка Кончится пленка Моя любовь, моя любовь. Моя любовь, моя любовь. Кончится пленка Кончится пленка Кончится пленка Кончится пленка Моя любовь. Моя любовь. Моя любовь. Моя любовь. Моя любовь. Моя любовь. Предлагаю перейти все крепкую напитку. Крепкую? Да. Ты хочешь коньяка? Да. Сергей, а у тебя есть какая-то новогодняя традиция? Традиции нет, к счастью. А выпить? Выпить – это перманентная традиция. А поговорить? А поговорить – это уж хлебом не кормить. Меня очень попросили повторять. Что приедет грифковец? Да. И что эта программа называется «Голубой огонь». Группа «Биллис Бэнд». «Зимний соул». «Зимний соул». Это песня той самой «Лсоул». «Биллис Бэнд». Звезды опускаются ниже, Смерть уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, Значит, наступила зима. Может, наступил понедельник, Скибадюк, скидит, возит Азизы. Если ты меня не увидишь, Значит, наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, Я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима. Зима, 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 Я до сих пор не погасила. Смерть в одиноком окне, Наверно, это все приснилось мне. Я до сих пор не погасила. И есть, и есть В тот день, когда ты мне приснился Я все придумала сама На землю медным тазом опустилась Зима, зима, зима Я до сих пор не погасила Свет в одиноком окне Наверно, это Наверно, это все приснилось Мне Скрипит, скрипит, скрипит Есть певцы, а есть певцов Дима И сейчас вы услышите, увидите Ну, по-моему, один из самых классных, стильных номеров Дима Певцов и группа Ночные снайперы Исполнит песню Розы Ты дарила мне розы Розы пахли полынью Знала все мои песни Шевелила губами Исчезала мгновенно Не сидела в засаде Никогда не дышала Тихонько Мы скрывались в машинах Равнодушных тартистов По ночным автострадам Нарезали круги Ты любила холодный Обжигающий риски Ты легонько касалась Горячие руки Ты любила холодный Обжигающий риски Ты легонько касалась Горячие руки А потом была летка Мы прощались и знали Мы с тобой одной крови Мы небесных кровей Твои драные джинсы И монгольские скулы Ты была моей тайной Сознаной Твои драные джинсы И монгольские скулы Ты была моей тайной Сознаной Сознаной И монгольские скулы Сознаной Твои драные джинсы Твои драные джинсы И монгольские скулы Ты была моей тайной Сознаной Ты была моей тайной Сознаной Ты была моей тайной Сознаной С Новым Годом! Браво, Диана! Браво, ночные снайперы! Спасибо, Димуля! Когда я был в детском саду, я три года был зайцем. Постоянно. Это было самое отчаянное горе вообще. Это же было трагедия, несчастье. А быть зайцем, причем прихвостнем Деда Мороза, это, понимаете, есть такое слово, такое вот, западло просто. Тебя никто не уважает, и ты сам себя перестаешь уважать, особенно когда три года подряд заяц. Даже медведь лучше. Я уж не говорю, там были же такие счастливые люди, ребята такие, которые никаких стихов, ни бельмес не могли запомнить, поэтому им доставались костюмы либо мушкетера, а у одного парня вообще был костюм пирата. То есть у него и глаз забинтованы черной повязкой. И я так все равно вспоминаю, вот так это выглядело вот так всегда наверняка, но все равно было как бы весело и ждали. А что ждали, непонятно. Ну, до времени кончилось. А у меня есть еще? Есть, есть, есть. Да. Ой. Ты что, ты есть пришла или программу вести? Пить? Нет, ну пьешь, что ты справедливо. Я думаю, не наливаю. Тебе подлит еще? Да. Давай. Будьте так любезны. Да. Вот так учитесь спаивать женщину. Как приятно спаивать пьющую женщину. Отлично. Главное, усилий никаких. Абсолютно. А то вот это вот, знаешь, некоторые бывают такие, ой, вы знаете, я вот это вот не буду, потому что я вот это вот не хочу. А потом херамбалтику 9. Жизнь не справила. И побежала в школу. Едут с продленки. Как же наше будущее. Трясутся все отходники. Мы забыли совершенно, знаешь о чем? О чем? Что мы сегодня раздаем сотовые, номера сотовых телефонов всех этих звезд. Вот так? Серьезно, да? Какая прелесть. Просто можно звонить реально звезде. Но только огромная просьба, не ломитесь скопом. Вам дали телефон, выждите там недельку-другую, пока они отойдут, а потом раз, позвонили, врасплох застали, и говоришь, да пошел ты. И все. Друзья мои, у вас есть уникальная возможность пообщаться с Димой Маликовым по телефону 789-5080. Сейчас у нас машина времени. А. И премьер-министр. Он же премьер, и он же министр. Ну да, но их четыре. Четыре. Да. А остальные кто? Остальные, видимо, просто депутаты. Поют они песню, ну, естественно, о политике, марионетке. Марионетке? Да. Можно я бухаю по этому поводу? Раз, два, три. Получилось. Лицо стертые, краски тусклые, то ли лёти, то ли куклы. Взгляд похож на взгляд. Надей, надей. Я устал и отдыхая, в балаган вас приглашаю, те куклы так похожи на людей. Я устал и отдыхая, в балаган вас приглашаю, те куклы так похожи на людей. Орли, кины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх. Орли, кины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх. Орли, кины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх. Орли, кина и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх. Ах, да чего ж порой обидно, что хозяина не видно вверх, и в темноту уходит нить. А куклы так ему послушны, и мы верим просто дружно в то, что куклы могут говорить. А куклы так ему послушны, и мы верим просто дружно в то, что куклы могут говорить. Хозяин газет свечи, кончет бал и кончет вечер, засияет месяц в облаках. Кукол снимут с нитой длины, и засыпав нафталином, в виде тряпок сложен в сундуках. Кукол снимут с нитой длины, и засыпав нафталином, в виде тряпок сложен в сундуках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С вам аплодом, братья! АПЛОДИСМЕНТЫ Бахнет! Опа! Не на костюм, он же казённый. Я пальчик обошла. В следующий раз я буду бахнуть. А если ты серпантинчиком замотаешь? Ой... Хорошая мысль. Ну ничего. Давай, я буду пальчик мотать, ты рассказывай про группу Ленинград. Да. Ну короче, самая говняная группа. Почему она не присутствует сегодня здесь? А, вот так. А я случайно тут оказался. Просто мимо проходил? Да, просто. А ты-то как здесь оказалась? СМЕХ Я думаю, что зрители недоумевают. Абсолютно. Правда, год обезьяны, это оправдывает наше шоу. СМЕХ Да. Ну, в общем, слушаем эту говнопесню говногруппы. А поют замечательные ребята, Обморок и Мама. Привет, мама. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда переехал, не помню. Наверно, я был ябухой Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой Мой адрес ни дом и ни улица Мой адрес сегодня такой Вовли Ленинград, испв.ру Вовли Ленинград, испв.ру Когда тормозит меня мусор Прописка, мол, нет никакой То я отвечаю спокойно Мой адрес сегодня такой То я отвечаю спокойно Мой адрес сегодня такой Вовли Ленинград, испв.ру Вовли Ленинград, испв.ру Когда напиваюсь я пьяный Когда я торможу мотор Давай еще поехали к дому А дорогу сейчас скажу Давай еще поехали к дому А дорогу сейчас скажу Вовли Ленинград, испв.ру Вовли Ленинград, испв.ру Когда переехал, не помню Наверное, был я бухой Мой адрес ни дом и ни улица Мой адрес сегодня такой Мой адрес сегодня такой Вовли Ленинград, испв.ру Вовли Ленинград, испв.ру А ты вот счастлива в эту, так сказать, новогоднюю ночь? Вполне Шипотечный мужчина Коньяк Что еще нужно? Это ты про Певцова? Про тебя Про меня? Да Ну тогда я не парюсь точно Больше Больше не парюсь Ну тут как бы дискография 10 капель Может быть это про нас Да Дискография 10 капель Да По пять Давай по пять По пять Танцы плюс Я спросил у Тополя Че он там Вот представляешь эту песню Я спросил у Тополя Ты когда-нибудь спрашивала у Тополя чего-нибудь Нет, ну есть Тополь, у которого можно спросить, я знаю Да? Да, кто в который пишет Какой? Тополь Лоб-топ? Я спросил Да даже у Лоб-топа невозможно что спросить С Новым годом Я спросил у Ясеня, где моя любимая Ясень не ответил мне, качая головой Я спросил у Тополя, где моя любимая Ясень забросал меня осенью листвой Я спросил у осени, где моя любимая Ясень мне ответила Проливным дождем У дождя я спрашивал, где моя любимая Ясень Долго дождь их слезы лил под моим окном Я спросил у месяца, где моя любимая Ясень скрылся в облаке Не ответил мне Я спросил у тебя Я спросил у тебя Я спросил у облака Где моя любимая Ясень Облако растаяло В небесной синей век Друг ты мой единственный Где моя любимая Ты скажи, где спряталась Знаешь, где она Друг ответил преданный Друг ответил искренний Была тебе любимая Остала мне Остала мне Жена Я спросил у ясеня Я спросил у тополя Я спросил у осени С Новым Годом С Новым Годом! С детства люблю этот праздник Потому что только в эту ночь происходят чудеса Итак, смотрите на сцену Что это? Галлюцинация Или чья-то блестящая идея Очередной новогодний сюрприз Зачем топтать мою любовь? Странно, когда ты сходишь с ума У меня появляется чувство вины Я тебя понимаю Ведь мне иногда Тоже снятся страшные сны Снится, что мне не до жителей сны Снится, что вовсе весна умерла Страх вам не оставляет следы Я думал, что страх это просто слова Зачем топтать мою любовь? Я не сошел с ума так над уроком Нам, наверное, лучше вернуться домой И лучше не видеться несколько дней Уходил с одной, возвратился с другой Мне нужно расстаться с тобою скорей Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе Чтоб не взрывалась моя голова Мне нужно понять, что я ненавижу Мне нужно понять, что я ненавижу Я думала, ненависть просто слова Зачем топтать мою любовь? Зачем топтать мою любовь? Зачем топтать мою любовь? Я не сошел с ума так над уроком Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»